Ну что, всем привет! С вами Александр Котин. Это мой обзор для канала АМАРКЕТС. Под прошлым роликом вопросов я не заметил, зато заметил интересные комментарии, на которые отреагировал и ответил прямо в самих комментариях. Также вы можете подписаться на мой канал fxcoach.ru и на своем канале я показываю результаты своей торговли. И даже размещал ссылки на них до 10 мая. Их можно было посмотреть, перейти на мои мониторинги. Но в следующий раз, уже, наверное, через месяц я открою доступ к своим мониторингам. Их можно будет также посмотреть. Начнем. Итак, начинаем мы, как обычно, с валютного рынка. Однако, я чуть не забыл рассказать о том, что вы можете записаться на мою бесплатную консультацию. В течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией. Посмотрим, что у вас происходит в сфере трейдинга, какие есть результаты. И что вам мешает прийти к желаемым результатам, если вы к ним не приходите. Кроме того, хочу еще сделать одно объявление. Завтра, 13 мая, я проведу на своем канале стрим, который называется «Анализ по вашим заявкам». То есть, кроме того, что мы сегодня рассмотрим с вами в данном ролике, вы сможете задать мне вопросы по тем тикерам, которые вас интересуют. Итак, поехали. Ссылка на мой канал в описании, ссылка на бесплатную консультацию тоже в описании. Сразу попадете в мой WhatsApp. Соответственно, договоримся по времени. Запишу вас на удобное время, чтобы мы вместе с вами могли быть свободны в это время и поработать. Итак, давайте начнем с евро-доллара. Что мы здесь видим? Продолжается импульс. Сейчас мы видим два дивергентных бара на дневном графике. Я считаю, что это первая волна, вторая. А вот это первая и вторая уже в каком-то новом импульсе. Такое вполне возможно. Поэтому, пока у меня нет открытых позиций, кстати, на валютном рынке, только на фондовом. Было за этот месяц всего лишь две сделки. Одна в плюс, одна в минус. Но, как говорится, все убыточные сделки – это промежуточные результаты всего лишь. Не более того. Просто идем дальше. А на четырех часах, что мы видим? Импульс. Вот развитие идет коррекционной волны. Я считаю, что сигнал на покупку надо будет смотреть с меньшего таймфрейма у линий баланса четырехчасового масштаба. То есть, возле вот этой синей линии баланса. Где-то примерно вот в часовике, но тут пока сигнала нет. В часовике, либо в тридцати минутах. Где-то вот здесь я бы обратил внимание на формирование сигнала дивергентного бара на покупку. Если же развитие пойдет ниже, ну окей. Тогда надо будет наблюдать за тем, во что эта ситуация будет организовываться. Фунт более сложен. Здесь идет развитие импульсной волны. Возможно, вы вернулись просто в восходящий тренд. И здесь пока такая сложная картина. Это может быть волна B. Поэтому я пока оставляю здесь волну B. Мне абсолютно не принципиально. Какой это будет волной потом. В данный момент я это вижу так. От этого просто не зависят мои торговые решения. Мои торговые решения зависят от тех конкретных паттернов, которые образуются локально. И вот в текущей ситуации я бы, наверное, пока ничего не делал. Потому что все-таки это может быть как А, Б и С внутри волны B. И в последнем движении здесь все-таки есть дивергенция. Единственный момент, что только вот этот импульс, скорее всего, не достроен. И какое-то локальное обновление максимумов еще, скорее всего, мы можем увидеть. А потом надо будет смотреть. Франк. Здесь примерно такая же ситуация, как на евро. Резко растущий АУ вниз, параллельный рынок. Был дивергентный бар с так называемой ингуляцией. То есть вот это вот расстояние от линии баланса до непосредственно цен. И в данном случае здесь наблюдается дивергенция. В отличие от евро, однако, есть вариант, что это первая-вторая. А это первая-вторая, опять же, в новом импульсе идет коррекция к линии баланса. И отсюда в меньшем таймфрейме может легко появиться сигнал на продажу. При наличии, естественно, читаемого паттерна. Пока этого нет, пока этого здесь я не вижу. Поэтому жду и наблюдаю за развитием торгового сигнала. За развитием паттерна и появлением торгового сигнала так, наверное, будет более точно. Доллар-иена, на мой взгляд, надо ждать развития событий. И, скорее всего, то, что мы видим в 4-х часах, это выглядит пока как коррекция импульса вниз. Здесь, возможно, еще появление волны С куда-то вот сюда. И отсюда я бы смотрел продажи. Уже сигналы на продажу, возможно, в дневном графике, возможно, в 4-х часах. Австралийский доллар. Не исключено, что на этом дивергентном баре завершилась волна B, то есть ABC внутри. Вот, как хорошо видно. Здесь один импульс и, соответственно, второй импульс. И если я этот сигнал на дневке пропустил, я жду импульс в противоположную сторону. И с его коррекцией уже будут смотреть точки входа на продажу. Вот так. Ну и дневного, конечно, эта ситуация была с достаточно большим стопом. Возможно, развитие вниз. Новозеландский доллар, как правило, он тоже повторяет то, что мы видели на австралийце. В принципе, также был сигнал продажи. Также с большим, хотя здесь не с большим стопом, здесь с достаточно коротким стопом для дневного графика. 50 пунктов это немного. Но в этом случае здесь получается А, Б и С. Тоже видите фрактал 1, фрактал 2. То есть 1, 2, 3. Какой-то импульс развивается. Пока пятиволновки не будет, не будет коррекции, я бы не стал рассматривать вообще ничего здесь. Ну, по правилам, разумеется, своей торговой системы, потому что я торгую исключительно по правилам. Без правил на рынке делать нечего. Поэтому мне абсолютно без разницы, куда движется рынок, какие сигналы я, точнее, какие движения я беру, какие движения я пропускаю. Мне важен конечный результат. А он у меня положительный за несколько лет. Поэтому все эти мониторинги есть на моем канале. И, собственно, я даже открываю к ним доступ иногда. Канадский доллар это удлинение, параллельный рынок. Здесь мы цепляем волну А на недельном таймфрейме. То есть А, Б и С развивается. В С идет удлинение явное. И пока остановки нет. Поэтому эту пару я не торгую, потому что, в принципе, держусь подальше от удлиняющихся рынков. Ничего хорошего там, как правило, нет. Хотя можно там посмотреть на сигналы, вот на такие, например, в меньших интервалах. Золото. По золоту я считаю, что вот этот ABC паттерн закончился. И развитие идет волны. То есть 1, 2, 1, 2, 3 в какой-то третий. И здесь можно с коррекционных волн брать неплохие точки входа с низким риском и высоким потенциалом в развитии нового импульса вверх. Серебро примерно такая же ситуация, такая же картинка, как на золоте. Скорее всего, то, что мы видим в Дели, это развитие новой волны вверх. И можем обновить уже все вот эти максимумы. Ну, в данном случае 1, 2, 1, 2, 3. То есть, ну, 1, 2, 1, 2 паттерн. Это получается, что 1, 2 и 1, 2 в 3. Вот, такое бывает. Когда цена, она постепенно развивается. Точнее, ценовое движение, импульс постепенно развивается. SP500. Я думаю, что это очередная коррекция. То есть, в последнем каком-то импульсе. 1, 2, 3, возможно, 4. И, скорее всего, мы еще увидим обновление максимумов. Несмотря на то, что здесь есть дивергентные бары, то есть бары с таким вот нижним мощным закрытием, на мой взгляд, это очередная коррекция куда-то под линию баланса биткоин. Очень вероятно, что, несмотря на то, что у меня нарисовано АБЦ, но, возможно, это коррекция. Потому что здесь характер коррекций, он практически одинаковый. То есть, они здесь идут как просто одно движение. Именно поэтому здесь вполне может быть развитие нового импульса. Но так как здесь речь идет о возвратно-откатном рынке, то есть рынке с таким вот характером движения, то здесь достаточно сложная торговля. Именно поэтому очень аккуратно нужно торговать биткоин. Дальше бренд. Пока выставил тоже АБЦ, но это, конечно же, не факт. Можем обновить этот максимум, поскольку это 1, 2, 3, 4 и 5. Вот я думаю, что может усложниться вот эта четвертая волна. Первая, вторая, третья, четвертая, 1, 2 и там АБЦ точнее быть здесь. Куда-то в зону вот в этой коррекции предыдущей. Поэтому, если была первая, вторая и третья, торговать на четвертой и пятой волне – это всегда сложно. Поэтому я такие ситуации просто пропускаю. Если даже эта ситуация относительно дневного графика идет. Дальше, что мы обычно с вами смотрим, это пара доллар-рубль или фьючерс на доллар. Здесь получается, что у нас интересного есть. Тут был бар с верхним закрытием на старшем масштабе. На старшем масштабе вот такая вот, на мой взгляд, треугольная коррекция. И в дневке есть бар, то есть там есть импульс внутри. Вот здесь три фрактала даже видно. АБ, точнее 1-2. И получается, что, возможно, вот эта вот волна Би сложная. Она очень часто пересекает линию баланса. Я бы смотрел за обновление вот этого минимума. И отсюда не исключено, что может быть точка входа на покупку. Вот так. А потом надо смотреть, потому что та ситуация, которая на недельном графике. И вот тут вряд ли надо сейчас говорить о том, что прямо сейчас вот мы полетим в сторону доллара. Вряд ли. Потому что мы можем дальше уйти вот в этот диапазон и остаться там еще на какое-то время. Индекс РТС. Индекс РТС. Здесь получается следующая картинка. Вообще, думаю, что здесь удлинение идет. Вот в этой пятой волне. Вот тут резко растет АО, там первая, вторая, третья какая-то развивается. И пока никаких точек входа здесь не рассматриваю. Возможно, это все потом выстроится в 1, 2, 3, 4, 5. Вот в такой импульс. Вполне реально. Но факт в том, что вот это последнее движение, на мой взгляд, оно не завершено. И, скорее всего, мы увидим еще обновление максимумов. С 4 часов это вот так и выглядит. То есть даже я бы сказал, как вот так вот, 1, 2 и 3. А может быть, первая, вторая и первая, вторая в третьей волне. Поэтому там может быть несколько еще обновлений максимумов. Торговать тут можно в развитии этого импульса. Возможно, с меньших таймфреймов тут будут точки входа на покупку. Но пока я предпочитаю от РТС отряжаться в стороне и наблюдать. Именно потому, что это пятая волна. И, как правило, там нет нормальных точек входа. На этом у меня на сегодня все. Ссылка на мою бесплатную консультацию в описании. И, соответственно, вы перейдете в мой WhatsApp. Что мы сделаем? Я вас запишу на консультацию. В течение 40 минут мы поработаем с вашей ситуацией, которая у вас есть. Посмотрим, что у вас получается, что не получается. Какие есть проблемы. И какие есть возможные способы их решения. Также составим план дальнейших действий, внедрив который, вы сможете уже прийти к результатам. Либо, если вам понадобится моя дальнейшая помощь, я расскажу, как ее можно получить и на каких условиях. Кроме этого, завтра, 13 мая, я проведу на своем канале стрим в 19 часов по московскому времени. Стрим называется «Анализ по вашим заявкам». То есть буду прямо в прямом эфире делать анализ тех инструментов, которые интересны именно вам. Желаю успешного трейдинга. Как говорится, ставьте стопы, считайте риски и делайте профит на финансовых рынках. У меня все. До встречи. Пока.